Продолжение следует... 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 Это тоже очень тяжело понять и принять. Понять, что Христос искупил наши грехи, а мы все равно грешим. Сам Христос нас в себя облекает, делается нами, приходит к нам, а вот мы все это с себя снимаем и продолжаем грешить, продолжаем от Него убегать и уходить. Мне очень нравится мысль, Феофан Затворник по этому поводу сказал. Он говорит, что страсти, они принадлежат душе, но укоренятся в теле. И постом очень удобно, когда тело немного ослаблено постом, очень удобно обуздать страсти. И вот за время поста ты обуздываешь какие-то страсти, пост заканчивается, и ты умеешь ими владеть. И живешь за следующим постом. Следующим постом ты еще больших обуздываешь. И так мало-помалу ты восходишь в состояние такого бесстрастия, о котором и говорит православная церковь. Очищение своей души от страстей. Ну, конечно, человек должен не ослабевать молитвы, не отягощаться яствами, хранить в себе пасхальную радость и радость Пасхи, и переживать каждый день Световой Седмицы, как то пасхальное торжество, то воскресение Господа, которое мы переживали в самый день праздника. У святого Серафима Саровского, у него она и была каждый день. То есть, вот он всегда был рад, всегда был счастлив. Он приветствовал людей. Христос воскресе, он им так и говорил. Христос воскресе, радость моя. Вот это то, что вот он смог сохранить. Я считаю, что мы... Что Бог может дать вот это ощущение пасхи каждый день. Это напоминание. Напоминание о том, что может быть со всеми нами все время. Еще в первые дни, еще чувствуешь какое-то ощущение, что пост продолжается, все эти службы, хоть и говорят, что Христос действительно воскрес, но как бы уже с третьего или четвертого дня начинаешь понимать эту пасхальную радость. Пасха, радость. Но вот в моей жизни не только пасха, это вот такое открытие. Какое-то, да, это открытие духовное. Много и других очень событий, которые открывают, дают что-то новое. Ну, даже вот когда я поступал в семинарию, когда я был абитуриентом, там тоже дни были сродни пасхальным. То есть проживание здесь, в лавре, это уже нечто новое принципиально. В православных семьях у нас, у священников, дети, как родители, постятся родители, постятся и дети. Поэтому для детей, конечно, эта радость больше внешняя. Если для нас эта радость, она и внутренняя, и внешняя, то для детей, конечно, она больше внешняя. Радость от того, что можно есть мороженое, можно есть другие продукты, которые нельзя было в посту. Можно веселиться, радоваться. А Пасху? Ну, на Пасху, конечно, еще всех объединяет общая радость. Так вот, когда я хожу по лавре, я могу здороваться с какими-то друзьями, семинаристами, но не со всеми. Ну, потому что мы как бы не знакомы, нам общаться нечем. А вот «Христос воскресе» уже можно прям всем говорить. Это объединяет. Ну, я могу сказать о своей студенческой жизни, что когда я был студентом в семинарии, то я на время поста, я брал на себя такой подвиг, я во время поста вообще не выходил из лавры. То есть я заранее закупал себе необходимые предметы и знал только три вещи. Это учеба, храм и молитва. Та радость, которая была именно в тот период жизни, когда не было семьи, не было суеты, не было каких-то других забот по службе, по приходу, то действительно был пост, было ограничение, но в душе душа пела, душа ликовала. А когда заканчивался пост, подходил к концу, то было сожаление, что пост заканчивается. Вот сейчас прекратится пост, и ты понимаешь, что придет мирская жизнь, душу, суета добавится, и вот эта радость, она немножко поблекнет. Вот это вот. Мне не хватает вне стен лавры этого. Ну, трудно хвалить самих себя, но несомненно, что в Академии есть своя атмосфера и свое братство, но в то же самое время оставлять стены Академии оказывается трудным не только в постное время, но и вообще это, с одной стороны, не всегда просто, но с другой стороны, совершенно необходимо, потому что иногда только на расстоянии, только находясь, может быть, где-то на чужбине, в далеких местах и краях, мы ощущаем то, чем является для нас Троица Сергия Лавра и Московская Духовная Академия. Для многих насельников Троица Сергия Лавры, для многих преподавателей Духовной Академии, для многих студентов, которые здесь много или мало учатся, Духовная Академия является своеобразным Отечеством, прообразом Небесного Царствия, местом, тем местом, где мы привыкаем получать и духовную пищу, и в то же самое время тем местом, где человек может по-настоящему полюбить духовное образование, подлинное знание, где он может прозреть и по отношению ко многим предметам божественным, человеческим, которых он раньше мог не видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok